Привет, друзья! Название, может, покажется несколько странным. Это не означает, что я вообще, в принципе, больше никогда в жизни не зайду в спортивный зал. Видео, наверное, даже будет больше не об этом, а о переменах, которые в моей жизни, скорее всего, в ближайшее время произойдут. И данное видео даже больше нужно не для того, чтобы... У меня перемены, я про них рассказываю, а больше даже для того, чтобы просто их проговорить и поскорее их приблизить. Потому что эти самые перемены я у себя в голове сам задумал, я хочу, чтобы эти перемены произошли. Значит, буквально вот недавно мне написали... Позвонила, точнее, девушка из спортивного зала, которая занимается продажей абонементов в спортивный зал, и сказала, что у меня абонемент заканчивается, осталось там меньше месяца, не желаю ли я продлить, и какие-то супер офигительные предложения. То есть, грубо говоря, очень-очень выгодные предложения, даже дешевле, чем было в прошлом году, представляете? Вот, я такой думаю, да, действительно, как обычно, под Новый год у меня заканчивается абонемент, нужно думать на следующий год, и вопросов никогда не было. Я просто спрашивал, какие бонусы мне дают, соглашался на эти бонусы, и, в общем-то, опять очередной год ходил в качалку, занимался спортом. Но в этом году, скажем, из-за того, что путешествовал, из-за того, что изучал определенную литературу, произошла некая перестройка в сознании, и после того, как мне предложили продлить абонемент, я не сразу же сказал, да, давайте, всё, а что-то как-то задумался. И вот то, о чём я задумался, я хотел бы сейчас с вами обсудить, и выглядеть следующим образом. Я, вроде как, больше не собираюсь ходить в качалку. Если немножечко предыстории, я в качалку хожу, могу ошибаться в точных датах, но, если не ошибаюсь, по-моему, вот мне было 18 лет, я был в институте, и у нас в нашем институте, в подвале, был спортивный зал. Такой вот прям совковский, вообще там пылище стояло, короче, вообще невозможно было дышать, но, тем не менее, мы воодушевленные какими-то фитнес-обложками, фильмами, надо быть накачанным, а то самки, что называется, не дают, вот, надо идти качать булки. В общем-то, очень сильно нравилось, впервые в жизни там узнали по поводу какого-то спортивного питания, там всякие протеины, аминокислоты в этих пилюльках, ну, в общем, стандартная тема для спортивных залов. В общем, это было мне, наверное, лет 18, и, соответственно, прямо сейчас, если вспоминать, я не помню, чтобы я пропускал хотя бы один год, чтобы у меня вот прям год был без тренировок. Может, какие-то ситуации по жизни происходили, когда я переставал заниматься там на несколько месяцев, может быть, даже на полгода, но, если так, вот по чесноку, примерно с 18 лет до текущего момента, мне сейчас 35 лет, у меня всё время на регулярной основе был спортзал. А если брать последние года, день за днём я в спортзал, качалка, качалка и так далее. И получается, если мне сейчас 35, то выходит 17 лет. 17 лет качалого, представляете? Вот эти все вот на грудь, жим, отжимания, приседы, вот 17, мать его, за ногу лет. Это очень много, если так подумать, некоторым подписчикам моего канала по 17 лет, на секундочку. И вот это всё время я качаюсь. И причём я за все эти 17 лет, я не помню, чтобы я в каких-то соревнованиях участвовал, то есть какие-то там у меня были профессиональные результаты. Просто, можно сказать, для себя занимался, качался. Были периоды, когда был чуть крупнее, чуть меньше, веса были чуть больше, чуть меньше. Но в целом плюс-минус всё то же самое. Что называется, как я себе это объяснял, держал себя в тонусе и хорошо. Естественно, за этот период было много травм. Были периоды, когда я там по полгода не мог делать жим на грудь, то есть вышибало плечо. Были, ну, разные травмы были. И с коленом были проблемы, и с локтевым суставом были. Но, в общем, кто занимается на регулярной основе в качалке, тот знает, что периодически организм подводится из-за того, что вот эти вот нагрузки. Я пробовал заниматься не просто качаловым, я пробовал и кроссфит, у меня были и групповые тренировки. В общем, всякое попробовал. И прямо сейчас, в последние, наверное, пару лет, я начал как-то так более активно путешествовать. И частенько начал замораживать абонемент в спортивный зал на месяц, на два. Вот. И в момент, когда я не занимаюсь в спортзале, я, естественно, путешествуя, я заменял это каким-то спортом, совершенно каким-то таким обычным. Там, турники, не знаю, отжимания и так далее. Делал для себя такие установочки, типа, вот я в качалку не хожу, значит, соответственно, утром проснулся, мне нужно 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подтягиваний, 100 подъемов на пресс. И вроде как взбодрился, и все. И дальше можно... В общем, день продолжается, ты путешествуешь, чем-то занимаешься. И так получилось, что некоторые поездки были месяц и более. И когда я возвращался из этих поездок, вот именно с таким подходом регулярных тренировок, иногда были по две тренировки, где-то бегал даже, я не заметил, чтобы у меня как-то организм очень жестко слился. Единственное, что я заметил, это сливается обычно грудная мышца. То есть, грубо говоря, жим на грудь, вот это базовое упражнение, так называемое, оно требует... требуется постоянная работа, постоянно требуется жим для того, чтобы грудные были крупными. Но в остальном, все остальные группы мышц, это плечевой пояс, это пресс, спина, те же самые ноги, и они практически не страдают, не считая вот грудных. То есть, по большому счету, если ты смирился с тем фактом, что тебе вот нахрен не нужна раскачанная здоровая грудь, то по большому счету и качалка-то, в общем-то, особо не нужна. А учитывая, что цены на абонемент в хороший спортзал стоят нормальных, ну, таких внушительных денег, то, в общем-то, можно неплохо сэкономить. Но, опять-таки, у меня не стояла цель экономить в данном вопросе, я просто ходил, потому что у меня был такой график. Я, значит, учась в институте, после института, что мне делать? Ехать сразу домой, либо спуститься в подвал, позаниматься в качалке. Привык за пять лет института к этому. После этого я устроился на работу. Что мне делать после работы? Сразу бегом бежать домой. А что там дома? Компьютерные игры. А тут ты проезжаешь и заезжаешь, и после работы в спортивный зал занимаешься какая-то движуха. В дороге в пробках час, пока раздеваешься, переодеваешься, там, час проходит, тренировка пару часов. И так получилось, что я, работая 10 лет на дядю, что называется, в офисе, сидя на попе ровно, я очень сильно привык к этой качалке, и для меня это стало своего рода каким-то продолжением работы. То есть я не мыслил свой досуг просто без спорта. Постоянно качался. Я, значит, после того, как я ушел с работы, я понял, что, по большому счету, живу в городе, и кроме как езжу в качалку, в городе больше ничего не делаю. И у меня случается не так давно такой, знаете, инсайт. Я понимаю, что, а что люди делают в городах? Мы здесь учимся, мы здесь работаем, и мы здесь все, больше ничего. Вот серьезно, вот встреча с друзьями, базару ноль, один-два раза в неделю. Походу в какие-то театры, кинотеатры, ну хорошо, один, но максимум два раза в неделю. Посидеть в кафе тоже не каждый день. То есть получается, что торчать в городе, если ты не учишься и ты не работаешь, просто незачем. И в тот момент, я когда закончил работать, что называется, в офисе на попе, я поймался на мысли, что для меня спортзал стал той самой работой. То есть он как бы занимал у меня то самое время. И я во время работы в институте, когда работал, я занимался там по два, по три, бывало даже по четыре часа, просто приезжая, понимаю, что ну а что мне делать? Буду качаться. И вот у меня тренировка там до четырех часов доходила. Все мышцы там проработаешь, и так позанимаешься, и сяк позанимаешься, и растяжки поделаешь. В общем, и статико-динамическая нагрузка, в общем, много. Плюс бокс еще там, плюс и плавание, в сауне полежишь. Ну, короче, был по полной программе занят физически. И вот, значит, когда закончилась работа, я езжу в спортзал и понимаю, что полноценная замена. То есть у меня был даже период, не знаю, может быть, пару лет, когда я просыпаюсь, и у меня такая вот обязанность. Так, ну чего? Как на работу? Собрался, шмотки собрал и поехал в спортзал. То есть для меня спортзал стал полноценной работой. И все бы ничего, он как бы нормальная тема. Я вижу людей, которые занимаются спортом. Учитывая, что у меня просто в голове была подмена понятий, вернее, замещение было. Я до 25 лет пил, курил, да, то есть образ жизни был не очень хороший. Я только в 27 узнал о том, что мясо не надо есть, там, в 28 убрал молочку, в 25 перестал пить. А до этого времени, с 18-25, я вообще, у меня как бы это было полноценным замещением. Побухал с друзьями, ну так будет добр, сходи в спортзал, покачайся. И когда ты покачаешься, вроде как замещаешь вот это негативное, позитивное. Вот, а когда ты, в принципе, убираешь алкашку, убираешь мясо-молочку, убираешь какие-то вредные продукты, перестаешь вообще в больничку ходить, у тебя медицинской карточки нету, ты лекарств никакие не пьешь. То есть, в принципе, все нормально со здоровьем. И уже нет такого поинта, типа, как замена вредного полезным. Ты просто занимаешься, потому что тебе это хочется, либо потому что ты к этому привык, вот к этому циклу постоянного тренировок-тренировок. Вот, и вот эти последние поездки за рубеж, по России я поездил, когда занимался самостоятельно на турниках. Я понял, что физически я ничего не теряю практически, ну, не считая, там, грудных, да, которые, может быть, нужно просто цикл тренировочный так переформатировать, чтобы я и не занимаясь в качалке, тоже грудные хорошенько поддерживал. Может быть, больше упражнений делать, там, на отжимания, на брусьях, какие-то наклоны делать, может быть, утяжеление какое-то вешать на поезд для того, чтобы грудная все-таки развивалась. Но так или иначе, я вот заметил такое небольшое отставание, по остальным группам мышц вообще проблем нету, все отлично. Ну, только вот грудные отстают, если нет качалки. Значит, я понимаю, что у меня пропала необходимость ходить в качалку, я перестал воспринимать ее как вот именно замещение работы, замещение негативного образа жизни, алкоголя, вредные продукты, и понимая то, что в городе, по большому счету, делать-то особо нечего. Вот я торчу в городе, да, значит, на работу не надо, в институт не надо мне никакой, только тренировки. И сейчас я еще и понимаю, что и тренировки, по большому счету, спокойно заменяются, потому что я сам себе это доказал по месяцу, по два, когда путешествую, потому что приезжаю физически такой же, развиты, никаких проблем нету. То есть я прихожу в качалку и просто хожу там, мышляюсь, я понимаю, что, ну да, можно покачать мышцу, но сделал я ее. Ну, вот просто организм уже не просит так. То есть уже нет такого желания, чтобы прям качаться, качаться. То есть совершенно пропал интерес. Может быть, это связано с возрастом. Все-таки 35 лет, и уже сейчас понимаю, что для того, чтобы был больше объем, нужно просто больше есть, это факт. А сейчас я ем очень мало. У меня есть периоды, когда я там по 60 часов не ем и даже не пью, на сухую. И, как бы, естественно, организм перестраивается, и внутренние органы очень сильно отдыхают. И вот этот отдых внутренних органов, вот он приучает тебя к спокойствию, вот к этому состоянию так называемого бегу, когда тебе приятно от того, что внутренние органы отдыхают. То есть в любом случае ты должен потреблять больше пищи, нежели чем физически твоему телу надо, чтобы быть крупнее именно. А не хочется. Вот серьезно, не хочется. Вот были даже периоды, когда я в Инстаграме шутил, типа, ну почему там не ешь так много, почему там не качаешься так много, как раньше, там 2-3 часа. Почему у тебя тренировка стала там час-полтора? Ребят, просто тупо надоело. Вот бегать в туалет, есть много, и вот изнашивать свое тело. Просто устал. И организм требует больше статических упражнений, требует больше растяжек, требует каких-то вот медитаций, спокойного состояния. Я понимаю, что если мне было бы сейчас 20 лет, возможно бы я по-другому разговаривал, потому что, ну, очень сложно судить. Но прямо сейчас, когда мне 35, вот взвешивая все эти переменные, я понимаю, что, скорее всего, предложение своего менеджера по продажам абонементов в спортзал, я и, наверное, искал, что еще подумаю пару недель, да, пока кончится абонемент. Но, скорее всего, я не буду брать абонемент на следующий год. Более того, буду думать даже о том, чтобы продать эту квартиру, либо сдавать ее. Потому что, серьезно, не остается пунктов, ради которых бы мне следовало бы торчать в городе. Просто их нету. Ни работа, ни учеба. И сейчас еще и спортзал вылетает. То есть я понимаю, что вот весь негативный аспект городской жизни, какой мы знаем прекрасно, это электромагнитный смог, это постоянные пробки, это суета, это энергетика других людей в доме. И множество всяких факторов, можно их учитывать, можно не учитывать, это, что называется, степень, какая у тебя познание конспирологических тем. Если изучаешь регулярно, хотя бы один из аспектов точно знаешь, что жить в городе не алё. Вот лучше не жить в городе. Вот. И я сейчас для себя принимаю такое постепенно, готовлю себе такое решение, вот после Нового года, наверное, в 19-м году, это переезжать все-таки из города. Все. Я завязываю с городом, потому что привязки к работе нет, к учебе привязки нету. Ну, значит, привязки к спорту я сам себя отвязываю, я смогу спокойно заниматься. Я помню, по месяцу по два жил в деревне, там брёвна таскал, всё было нормально, и на ноги занимался, то есть физически было всё хорошо. Вот. То есть для того, чтобы съездить в магазин, ну, пару раз в неделю спокойно можно съездить, купить продукты. Пару раз в неделю можно съездить, встретиться с друзьями, ходить в какие-то кинотеатры, театры. То есть всё это можно делать, и они вот прямо уезжая в Гулхомань на 200 километров там не появляться. Но торчать постоянно в городе, то есть так вот проснулся, и чтобы потом по пробкам в 10 тусить в городе, ну, всё, смысла нету. Вот. Рассказываю это, наверное, в большей степени не то, чтобы поделиться информацией просто, а, наверное, как мантру, проговорить это состояние для того, чтобы закрепить это внутри себя, и чтобы это стало частью моей новой жизни. Вот. Скорее всего, да. Не уверен точно, но, скорее всего, да. Завязывая с этим качаловым бессмысленным, совершенно не горит больше вот это желание вот это всё качать. Потому что всё это можно делать вне качалки. То есть специально ехать по пробкам, переодеваться, потом снова переодеваться, мыться и обратно по пробкам. То есть вот выделять это время постоянно не нужно. Утром проснулся, глаза открыл, перед тем, как душ принять, сходил сто раз, тянулся, потянулся, отжался, пресс покачал, по всеми там углами на брусьях поработал. Ну, как бы, эта стенка, она есть, её можно с собой увезти, куда хочешь в деревню, либо просто в каждом дворе практически есть все эти турники, спустился, позанимался. Что касается пробежек, тоже я как бы особо желания в пробежках, вот именно в спортзале, уже не вижу. Раньше, помню, да, бегал в спортзале, но опять-таки это больше связано было с тем, что, ну, подруга была, которая занималась тоже в самом зале, мы вроде как вместе бегали, вот ключи прикладывали, у кого сколько километров, то есть какой-то соревновательный эффект был. Но опять-таки, мне сейчас больше нравится бегать на свежем воздухе. Если я бегаю, то только на свежем воздухе. Что ещё остаётся? Хамам или какие-то там сауны? Серьёзно, сходить раз в неделю, хорошенько пропариться, это я понимаю. Но когда ты ходишь туда каждый день в этот хамам или в эту сауну, я захожу туда, ну, максимум на 5 минут, на 10 минут. Я просто понимаю, что каждый день вот так сидеть по 10 минут, по полчаса уже всё, уже не хочется. Уже просто перенасыщение. Если сидеть и греться, то раз в неделю. Обливание тоже самое, как бы можно спокойно обливаться в душе. Что касается бассейна, опять-таки, вот эта хлорка, после неё прям требуется мылом тереться, потому что потом кожу просто щипет. Спишь, невозможно спать, приходится просыпаться ночью, отмываться мылом, опять-таки, это мыло втирать в себя. Зачем? Как бы бассейн тоже не вариант, особенно на регулярной основе. То есть тоже перестал в него ходить. А что остаётся ещё в спортзале, кроме качалки, всего вышеперечисленного? Групповые тренировки. Тоже пробовал ходить, но опять-таки, все прикольные групповые тренировки, они все заточены под большинство людей. А большинство людей ходят на работу, и поэтому это обязательно тренировка хорошая, там, по графику, в 6 часов, в 7 часов. А это опять пробки, это опять толкучка, переодевание, разбирание. Ну, всё вот эта суета. Я понимаю, что вот просто спортзалу больше нечего мне сейчас, на данном пути моего развития, просто нечего ему дать мне. Вот, поэтому вот такие мысли. Посмотрим, что со мной будет через полгода, год. Я почему-то уверен, что физически моё тело совершенно не пострадает. Я буду такой же рельефный, как сейчас. Я буду, наверное, пробовать искать способы, чтобы развивать грудную мышцу вне качалки, чтобы не было этой штанги, да, без штанги заниматься. Попробую заниматься так, чтобы всё-таки грудные были развиты. Потому что, если проанализировать природу, у природы, вот, у видов, которые на нас похожи, да, те же самые, там, обезьяны и прочее, у них грудные очень слабо развиты. Вся, все группы мышц хорошо развиты, очень похожи на человеческое развитие. Но вот, что у нас с человеком, да, вот с фитнес-индустрией огромная грудь, вот только у человека. И это достигается только посредством, вот именно упражнений на грудь, активных тренировок на грудь. Вот. Как только ты перестаешь, сразу же всё это дело уходит. И вообще, в принципе, вот качалка, вот я сколько помню, накачаешь, живёшь много, занимаешься много, поднимается вес. Как только, вот, перерыв сделаешь на пару недель, вес спускается. То есть, это, по большому счёту, постоянный обман. Я, когда смотрю на каких-то блогеров, раньше постоянно был подписан на каналы, всяких фитнес-блогеров, вижу периодами, проререфился, там, сходил на соревнования, потом либо отекает всё у него, либо он вообще худеет. Ну, то есть, это постоянно изнашивание организма. Внутренние органы очень сильно нагружаются, особенно, когда вот это спортивное питание, там, всякие аминокислоты дополнительно, протеины, то есть, помимо обычной еды, вот это всё начинается, то, по большому счёту, все фильтрующие органы, печень, почки и так далее, они очень сильно нагружаются. И, если внимательно изучать, вот это вот есть сайт Викиспорт, там, у многих спортивных добавок, которые люди принимают, там есть не только, как бы, дозировка, да, и описание, а есть ещё и циклы, в которых стоит принимать. Вот, и у многих этих спортивных добавок, прям прописано чётко, нельзя принимать больше, там, двух месяцев, иначе уже, как бы, организм изнашивается, очень сильно нагружаются выделительные системы. Там, нельзя больше трёх, нельзя больше месяца. Вот, ну, то есть, это как бы намёк. Если после трёх месяцев начинается нагрузка на организм, сильная, то это не значит, что она не начинается через, после одного приёма. Она тоже есть, просто не так сильно заметная, не так сильно бьёт, но тоже бьёт. То есть, как бы, ключевой вопрос бытия, это мера. Вот, в данном случае, как бы, если негативная на длительной дистанции, то негативная в принципе. Вот, и вкупе ещё к этому дополнительно огромное количество литературы по малоедению, лечебному голоданию, просто понимая, что всё, хватит изнашивать своё тело постоянным пропусканием через себя огромного количества пищи, для того, чтобы соответствовать непонятно каким-то стереотипам вот внешнего вида. Вот, наверное, примерно года или полтора уже даже назад я почистил все вот эти фотографии у себя из профиля. То есть, если я выкладываю какие-то фотографии или видео с телом, то это очень редко. Ну, просто для того, чтобы отвязать людей от этого стереотипа, типа, вот там обязательно качалово. Да нет, с точки зрения самой физики, я, в общем-то, не сильно отстаю от каких-то мессоведов. Понятное дело, что можно там укачаться по полной программе и есть сильнее. Но так или иначе, я на регулярной основе занимаюсь у меня бокс, кикбоксинг. Вот буквально вчера была тренировка, мне тренер сказал, что мне пора переходить с 12-юнцовых перчаток на 16-юнцовых, потому что удар очень сильный стал. Но опять-таки, это даже не мышцы, это связки. Связки в первую очередь формируют наш скелет, силу и так далее. Вот, поэтому больше надо заниматься именно даже, наверное, связками, укреплять их. Потому что вот я съездил, допустим, в Сочи, в Роза Хутор, я там был почти месяц тусил, две недели точно тусил на Розе Хуторе. Вот, ну вся поездка была почти месяц. И мы там занимались регулярно каждый день по утрам на турниках. Бывали даже дни, когда мы занимались там и два раза в день. Так вот, свежий воздух, турники, я приехал, у меня просто огромнейшая спина, рельеф, сила. Я чувствую себя прекрасно, я прихожу в спортивный зал и спокойно беру любой тренажёр, которым занимался, и также спокойно занимаюсь и совершенно не чувствую, что я как-то был обделён или недополучал какую-то физическую активность. Очень даже получал. Да просто потому, что свежий воздух, да потому, что энергетика. И в общем-то в ней весь смысл. Да? В свежем воздухе, в прогулках. И опять-таки, это ещё один поинт в сторону принятия решения о том, чтобы жить не в городе, а за городом. Надеюсь, я этим видео, когда буду пересматривать, сам себя переубедил. Очень хочу, чтобы это произошло, потому что оставлять всё как есть, продолжать ходить в качалку и жить в городе только ради качалки. И в общем, ну просто всё, хватит. Хватит. Это серьёзная привязка. Если живёшь в городе, так у тебя абонемент, уехать куда-то. А так просто сдал квартиру, уехал, попутешествовал, вернулся. Ну то есть хочется больше свободы. Я очень надеюсь, что 19-й год для меня будет максимально отвязанным от конкретной точки. Серьёзно. Я хочу перемещаться и если и жить, то не в городе. Хватит. Всё. 35 лет в городе нажился. Свежий воздух, деревня, не больше, не больше никаких вот этих вот, никакой больше этой городской суеты. Хочется свежего воздуха, хочется природы. Хорошо, что у меня есть дача. А если бы не было бы, блин, участок купить вообще не проблема. Они действительно за городом стоят не очень дорого. Машина ездит. Тоже машину можно купить. Реально, они очень доступные. Я сейчас смотрю, некоторые ребята в 18 лет покупают себе машину. Просто потому, что на вторичном рынке можно без проблем найти. Я не говорю о роскошных автомобилях, я не говорю о роскошных там этих фазендах и так далее. Просто жить за городом, ездить туда на машине, грубо говоря, там за 50-100 тысяч без проблем вообще. Они будут спокойно ездить, всё покупать и жить там на свежем воздухе, вести своё хозяйство, утром просыпаться, снег разгребать. Ну вот это всё. Не знаю. Если вдруг я в эту романтику деревенскую окунусь и мне не понравится, я естественно сообщу и всегда смогу вернуться назад. Вообще без проблем. Но прямо сейчас душа туда тянет. И так длинное видео уже получилось. Благодарю, что смотрели. Если вдруг вы случайно зритель моего канала, подписывайтесь. У меня на канале много таких видео, где я размышляю о вечном. Вот здесь вот подписка, здесь другие ролики. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что думаете по поводу того, что я сказал. Я все комментарии читаю, не на все комментарии отвечаю. Негативные комментарии, вот когда прям хамят, я удаляю. Так что, если есть желание написать гадость, не пишите, я всё равно удалю. Прочитаю, но удалю. Всё. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok